Яна оказалась жертвой модельного бизнеса. Целый месяц девушка работала фактически забесплатно. Организовывала филиал Самарского модельного агентства в нашем городе. Искала фотографа в помещении, договаривалась о скидках. В итоге провела презентацию и оказалась не у дел. Директор агентства Алла Романова Яну уволила и обещанного не выплатила. Девушка сразу иначе посмотрела на все происходящее вокруг и подумала, а реально ли это агентство или будущих моделей попросту обманывают. Полтора часа из снятых двух клуба она собирала деньги и заполняла договора. Девушки не понимали, куда они пришли, что происходит. Некоторые с собой не принесли денег. Она говорила, вы, наверное, сначала за хлеб платите, а потом его кушаете. Мне это очень было неприятно и очень стыдно было около нее находиться в этот момент. Алла Романова вышла на Яну через интернет и обещала, по словам девушки, золотые горы для нее и карьеру для начинающих моделей. Оказалось, цена успеха – 16 тысяч рублей за обучение, 4 месяца, несколько фотосъемок, мастер-классы и в итоге сертификат о прохождении модельных курсов. С ее стороны было такое, может быть, невылание, деньги посылались в последний момент. Все было проблематично все время, возникали вопросы, споры, несогласия. В настоящем модельном агенции работают достаточно высокие, квалифицированные профессионалы, большие настаивные работы. И, естественно, допустим, они приходят и все-таки обучают девушек. В этом модельном агенции, кроме фотографов, никого больше нет. 40 девушек деньги руководителю агентства отдали и теперь рассчитывают стать звездами. Яна говорит, что ее репутация теперь сильно подмочена. Ей звонят недовольные родители молодых моделей и требуют вернуть деньги. Я опасаюсь, что будут некачественно оказаны услуги. Я считаю, что 4 тысячи в месяц за 4 занятия – это очень нехорошие деньги. Их очень качественно должны отрабатывать. Именно с профессионалами, именно чтобы девушки чему-то обучились за этот месяц. Я считаю, что 15-минутная фотосъемка за месяц в студии – это вообще ничего не даст девушкам. Семен – юрист по образованию, фотограф по призванию. Он несколько съемочных дней работал на это модельное агентство. Зарплату ему тоже не заплатили. Молодой человек уверен, если по первой же просьбе моделям не вернут деньги, можно будет смело подавать заявление в правоохранительные органы. Они обращаются в установленном законном порядке, типа подают заявление, где укажут все обстоятельства дела, сообщат о том, что в отношении них было совершено противоправное деяние, пишут все обстоятельства. И здесь основной факт будет в том, что человек, например, скрылся с деньгами, то есть фактически никакие услуги, работы с ними не производились. Тем не менее, агентство в Иванове существует. Алла Романова набрала новый состав – директора, менеджеров и фотографов. Это первая обещанная фотосъемка. С каждой девушкой здесь заключают договор на оказание консультационных услуг. Обязуются провести мастер-классы по имиджмейкингу, диетологии, актерскому мастерству. Новый состав абсолютно уверен – их не обманут. За ночь буквально развернулся кипиш в группе «Послушан Иванова» или «Признавашки Иванова» о том, что никому из работников агентства не заплатят зарплату. Почему такие слухи возникли, я, возможно, знаю, могу такое предполагать, из-за работников, в которых сместились должности по объективным причинам. Не иначе зависть, рассказывают новые сотрудники агентства. Да, своего помещения у них пока нет, зато специалисты на мастер-классы уже найдены. И позировать научат, и эмоции показывать. Алла Романова по убеждению нового директора филиала агентства «Альдарзийналова» с деньгами в Самару не сбегала. Мы убеждаем, на каждых кастингах родители приходят к нам на съемки, задают вопросы, естественно, мы отвечаем на вопросы. Нет никаких сомнений, что деньги куда-то денутся. Директор уехал в Самару, и часть денег, естественно, повезла с собой. Но у меня есть тот бюджет, который позволит расплатиться со всеми сотрудниками, которые работают над проектом, в том числе фотографы и преподаватели мастер-классов. Девушек, которые хотят засветиться на обложке, с каждым днем все больше. Их уже около 60. Времени на работу с каждой действительно даже меньше 15 минут. Группы большие, но таковы условия. В договоре все прописано. Работа найдется и для девочек. Мы не говорим, что мы будем целенаправленно искать им работу, но она будет в плане и коммерческих, и некоммерческих съемок, или дефиле. Мы будем работать не только в нашем регионе, а и по области других городах. Яна и недовольные родители собираются пристально следить за работой агентства и при любом удобном случае отправиться в полицию или в прокуратуру. Команда Эльдар-Зейналова рассчитывает на то, что филиал агентства в Иванове заработает в полную силу, и такое пристальное негативное внимание им не помешает. И только будущие модели снимаются и о денежных распрях не подразумевают. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иванова.